Всем привет дорогие друзья! С вами как обычно Вуди и добро пожаловать на экстру 379 варкапа HDB Plumza 2 Значит маппер халвар, карта массивная, карта про плазму, минус один плазмы у нас Ну и давайте посмотрим, я естественно в девмапе, чтобы не тупить Я эту карту еще не играл, я ее вообще прям вижу первый раз, поэтому... Поэтому как бы да В общем-то давайте сразу попробуем поискать какие-то роуты То есть сперва здесь у нас по-любому будет плазма... как его? ПГБ, короче, плазмобуст Здесь мы дальше плазмим наверх Здесь нам уже будет плазмить полегче, полегче, полегче Падаем потом вниз, ну давайте попробуем Давайте попробуем Старт, конечно, тесноват Но ничего с этим не поделаешь Так, вот у нас стена Входим И долетаем даже Так, здесь у нас... Ага, здесь вот, значит, джампад и мы плазмим наверх Потом сюда И... А... Или как? А он кидает, типа... А, я понял Он кидает по... Значит, вертикальной скорости Сражает вертикальную скорость Не знаю, что там дальше Куда плазмить? Куда плыть? А, здесь, значит, нам надо Вдоль стеночки плазмить Здесь ничего такого нету То есть, здесь даже любезно есть Сейв-зоны, что очень приятно Если здесь можно стоять Да, здесь можно стоять То есть, здесь не обязательно Прямо очень четко такая Сильная плазма Даже вон с трейфом половину можно пройти И телепорт в следующую комнату Здесь у нас уже поинтереснее Так, ага Прямо АМД какой-то Ну, давайте попробуем Я, конечно, уверен То есть, нам не нужно... Нам нужно сохранять нашу высоту Максимально долго И потом Я не буду сейчас, конечно, это Отнимать, так сказать Экстренное время Далее у нас здесь, судя по всему, скипы То есть, прыгать просто сквозь Я не знаю, зачем тогда эта рампа Наверное, это форс Чтобы нам тут было немножечко неудобно Что, в принципе, приемлемо Здесь мы можем Либо забраться наверх, проплазмить Либо в ЦПМ, я так понимаю На высокой скорости Там еще надо не забывать Что у нас везде пол стрелябельный И здесь еще везде можно сделать бусты Об этом не надо забывать Ну и, в общем-то, сюда, наверное, просто перелетаем Здесь А здесь просто стрейф, окей И в следующую комнату Голубенькую Интересно Интересно Вставать туда нельзя Ну, то есть, здесь, я так понимаю Таким вот образом надо Летать Далее наверх Наверх и телепорт, собственно А, нет, это Это джампад Который нас кидает обратно И мы плазмим вот сюда Наверх? Нет, не наверх Плазмим вот сюда Здесь падаем Плазмим еще один джампад Нет, это телепорт в другую комнату Отлично Далее Блин, карта Вот по первому Вот такому взгляду Карта очень классная Вот честно Наконец-то Халвар сделал Хорошую карту Так Ну, просто пролетать не будем Давайте все посмотрим Так, это дает нам хейст Здесь мы Должны, значит Вот так вот проплазмить Идти сюда Здесь нам дают Еще хейст Здесь бесполезная геометрия Сверху Идем Значит, мы плазмим Сюда-сюда Здесь плазмим Влево Здесь даже есть дырочка Которую можно Наверное, да С хейстом Если достаточно быстро плазмить Наверное, можно То есть Либо можно отсюда подняться наверх Либо с хейстом Завернуть И попробовать сюда подняться А если мы идем сюда То здесь у нас Ничего Это старт комнаты Ну да, то есть А, ну Если мы идем сюда Следовательно Мы отсюда плазмим Наверх В любом случае Здесь вставать тоже можно Что приятно Далее мы плазмим Перелетаем сюда Здесь у нас Скорее всего Джампад От вертикальной скорости Скорее Или вообще От скорости В целом Плазмим сюда В ИКУ-3 Должно быть Очень интересно Посмотреть ЦПМ тут Понятно все В целом Но это финиш Я подозреваю То есть Здесь еще такая Такие Ступенечки Типа Такой Своеобразный Барьер Скиллов Кто-то Призвелится сюда 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 И так далее Карта Очень интересная Проходить я ее Конечно же Не буду Если кому интересно Можете попробовать Ее зареквестить На На стримах Может быть На стриме Мы ее побегаем Но Обзоре Конечно же Нет Так Экстра Начинаем с ИКУ-3 8 минут Эффект Ну демок немного Давайте смотреть все Поболтаем Заодно Я Напомню Всем Кто может быть Пропустил Или не знал Что Я завел свой Телеграм канал И Выкладываю Значит там Всякие анонсики Делаю Стримы И так далее И так далее Ну вообще Канал должен быть Полезный Мне просто Лично Мне удобнее Поддерживать связь Именно через Телеграм Потому что я там Нахожусь Практически все время И Собственно Если вам удобно Тоже То Милости прошу Подписывайтесь Будет очень приятно Так Ну что Не знаю Эффект очень хорошо На самом деле Плазмит Ну и вот это Вот это Прямо Это прям вот AMD32 Run2 Вот эта вот часть Она прям Она просто увеличена Типа в два раза Но это то же самое Скорее всего Можно тоже Как-нибудь Скипнуть Я не знаю Тут надо конечно Смотреть Бегать Разбираться Посмотрим Посмотрим Так Ну я предлагаю Чуть-чуть Побыстрее Тур-тур-тур-тур-тур-тур Вот так Все Так Далее у нас Подъем наверх Потом повороты Не ну эффект Качественно плазмит Тут ничего не скажешь Конечно Здесь можно Да таким образом Для Вик-у-3 Да Здесь вот Опасно Надо Не слишком Высоко Плазмить Я не знаю Как я с первого Раза Тут ЦПМ Поплазмил Идея Интересная То есть Вся карта Видно Что сделаны Как бы В принципе С упором На интересность Плазмирование А не как обычно Халвар делает Но Да Это очень Мне очень нравится Тут нас откидывают Назад Тут Плазмим Давай Ну здесь Естественно Планка снижается Потому что Чем дольше Плазмаклайм В целом Типа сессия Вот это Плазмирование Тем сложнее Удержать Что ли Вот этот Как бы Удержать фокус Да Тут в целом Хватать Должно Хейста Чтобы забраться Наверх Еще и Какой-нибудь ПГБ Сделать Да Вот тут Вот конечно Вот эта комната Она в ИКУ-3 Очень такая Будет Раздражительным Фактором Раздражающим А и более того Мы начинаем С Хейста Вообще Ну вот тут Конечно Спорное решение Начинать Всю комнату Сначала Если ты Провалился Хотя я не уверен Может у него Везде так сделано То есть Если ты На финише У комнаты Упал Перед телепортом Где-то То ты попадаешь На старт комнаты Может если у него Вот так Везде То лог Но если Это только тут То я не вижу Вообще В этом смысла Типа Зачем Такое А как Тренировать Какой-нибудь В определенный момент Если Тем более Есть остановки По карте Ну или Сделал Как сделал Ладно Давайте Побыстрее Тут Мы Уже Все Знаем А тут Конечно Начинается Неудобность Всего Хотел даже Так Срезать Ну Не знаю Не знаю Опять Старт Комнаты Может Халвар Что-то Там Перепутал Забыл Еще Что-нибудь С триггерами Там Запарился Не знаю А можно Можно взять Хейст И вообще На старт Комнаты Попасть Получается Можно ли Набрать Себе Много Хейста Вот У меня Вопрос Тогда Может быть Можно Что-то Еще Придумать Какие-нибудь Срезы Сверху 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 играет и как бы здоровье и терпение такому человеку конечно понятно что на экстре особо никто не претендует там прям топ-1 взять потому что экстры на это и не рассчитываются экстра это просто карты которые длинные сложные и за участие можно получить у нас на рейтинг вот и финиш класс наконец-то наконец-то так компа ломус 219 и кстати сам халвар отправил еще девочку на свою карту давайте посмотрим у компа ломус известный у нас плазмер компа ломус любит плазму пока что все очень чистенько быстренько никаких претензий к компа ломусу нету тут определенный угол видите надо вот с первого раза не знаю зачем он через рампу это проходил ну ладно ну тут немножко угол неправильный был на старте и это как бы на плазме имейте ввиду что стартовый угол даже важнее чем угол которую вы продолжаете плазмить ну что стартовый зависит как бы от вашего вы начинаете подниматься быстрее всего на старте климба поэтому стартовые углы очень важны интересно долетел вот это кстати вот очень хороший пример как правильно играть если ты еще пока не не слишком опытный то есть человек не торопится никуда выставляет тихонечко углы и чисто проходит вот он не торопится выставляет нужные правильные углы из-за этого у него получается все как бы чистенько без помарок без всяких и так далее то сидит даже финиш как бы плюс там секунду у тебя плюс минута неважно если ты не торопишься получается вот так это я вот про это говорю и говорил всегда что не надо торопиться поставь угол тихонько там отстрелись роки джамп сделай тихонечко а скорость потом она уже нараститься к сама собой с опытом классно компа лобус класса так ну и халвар круто немного подлагивает что ли халвар непонятно классно Угу. Не, ну качественно, конечно. Карта классная. И без базара. Карта очень классная. еще можно кучу бустов везде напихать как это прям и бы парадайз какой-то будет практически ну финиш выглядит вот от халвара финиш выглядит достаточно простеньким то есть если опять же не торопиться и не не спешить там с углами не пытаться выбить больше скорости на каждой стене то вполне себе хорошо проходится по кузлях 10 минут мы конечно же можем это посмотреть еще раз кузлях спасибо за поддержку очень приятно кузлях где кузгух верните кузгуха давайте чуть-чуть ускорим там 12 так или полтора вот тоже хороший признак человек остановился никуда не спешит увидел что не получается или это или это что или это первое прохождите ну в любом случае то есть человек не торопится человек смотрит углы а потом плазмит правда я не совсем пони а ну окей вот не видимо не первый раз играет ой вот эта комната она противная на самом деле здесь надо хорошие углы выку три такие клайм бы полегче немножко делаются лично пройдено хорошо ну здесь конечно не повезло хорошо 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 давай хорош ну кстати я хочу отдельно отметить что кузлех будучи не самым сильным игроком пробует вот такие достаточно комплексные карты почему нет это даже похвально ну и здесь кузлях приплыл на 5 минут очевидно можно глотнуть кофейка почилить ну тут конечно да тут надо выставлять угол который будет как бы золотой серединой между высотой и скоростью поэтому конечно тяжеловато если вы не знать да и не надо пытаться по таким вот по таким стенам на 45 градусов плазмить это обычно ни к чему хорошему не приводит они приводят а так ни к чему хорошему потому если кто не знает что как бы моделька хитбокс дефрагера она давайте я вам покажу проби бокс она виде квадрата и поэтому когда вы пытаетесь плазмить по ну не квадрата прямоугольника да то есть ну квадратной формы когда вы пытаетесь плазмить по по стене 45 градусов вы как бы ну визуально можете представлять да что вы по идее плазмите своим ребром об другое ребро как бы и конечно там как бека практически никакого нету и очень тяжело по таким стенам плазмить понятно что ты как бы где-то это вынужденные тебе приходится так плазмить но лучше конечно избегать таких мест ну давай кузлях давай финишная давай ой что я сделал мы пропустили финиш а сколько там скейл стоит 50 я чё я нажал-то ладно кузлях ты извини конечно но я не буду проматывать 10 минут мы сейчас устанем и я еще и пропущу ну в общем но это была финишная попытка молодец кузлях в любом случае молодец что отправил получил свой рейтинг бонусный смотрим эффекта извини кузлях я случайно я нажал минус таймскейл а он мне там скил 50 выставил это конфиг москаля кстати держу в курсе спасибо москаль хороший кофе мне очень приятно так так тут у вас какие-то интересно ну да ну если клипов нигде на карте нету конечно и как бы тебе лучше держать ухо востро так сказать изучить карту где-то можно что-то срезать в любом случае я думаю где-то еще можно срезать в принципе напрашивается я уже думал там среза какая это он просто понял что он неправильный угол поставил ну по высоте не хватает поэтому так срезался бошь маки туда возвращает типа на старт комнаты наверно везде возвращает на старт комнаты я не знаю числера не особо под пронаблюдал тот момент но если такой принцип если вот так захотел халвар пожалуйста я не это так сать не мне судить как ему мапить по бусты подъехали от антона вы это была хорошая попытка антон нормально ой так ну и финиш ага туда логично в целом и а можно даже скипнуть этот под получается скорее всего на этот чем под скорее так тут же и хорошая дымка антон молодец много срезок мы посмотрели торже и пошел интересно тоже ну тут я думаю версия антона она конечно побыстрее будет просто скипаешь вообще всю комнату а если там еще зависит от вертикальной скорости скорость который с которой тебя выкидывает наверх мне кажется можно прям за обузить еще плазмой себя вниз толкает чтобы увеличивать свою вертикальную скорость целом интересно конечно интересно вот это место она конечно немножко подбежит но в целом но в целом вроде ребята проходят почти все без проблем с другой стороны почему бы нет как бы не делать же всю карту простой карта как бы глобально простенькая тут никаких прямо жестких лаймов нету а вот так даже решил по правилам решил ну здесь да скорее всего то что антон сделала но не очень выгодно в плане времени но имеет место быть очень хорошо лайк маскале 157 да 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 вот вот она а и даже не хватает ну наверно я не знаю мне кажется можно не так высоко как-то подлетать можно не в 2 может быть сессии это где тут среза делать может быть можно в одну сессию так тут срезочка такая ну вообще вот это вот остановка развороты читаем а скальты меня расстраиваешь вообще значит это какие-то сиськи мне там что-то туда прыгнет сюда прыгнет сразу надо делать ты же взрослый молодой человек уже ой ну что это такое будем булить москаля пока не научится играть будем булить ну что это такое а такой хороший ран на старте был да и вот 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 все вот так вот надо было конечно поиграть побольше и вот эти все помарочки убирать потому что москаль я думаю в состоянии пройти эту карту плюс минус чисто без каких-то помарок таких серьезных даже вот есть еще остался можно еще гб бахнуть еще успеть наклаймбить себе с хейстом и вообще кайф просто кайф ну и финиш финиш конечно да ну финиш прикольный то есть цпм он вообще не сложный в кутре конечно доставляет проблем так с газ 113 старт с двумя бустами неплохо так посмотрим что он будет делать на старте то он врезается и все таки это ну не знаю мне кажется можно попробовать в 200 сессии будет еще в одну сессию это сделать или если там смотрится именно я не знаю как именно этот джампад работает но выглядит так что чем больше твоя вертикальная скорость тем сильнее тебя выкидывает наверх в этом случае ок но если он смотрит именно высоту с которой ты падаешь тогда это конечно да но я не уверен что такой джампад вообще существует который смотрит на твою высоту хороший крыжочек здесь все стеночки подрезал все хорошо вот москаль учись человека здесь вообще вон так вот вот да вот это быстрее будет окей классно классно вот это вот это я понимаю это конечно да второе третье место кстати москаль не поздравляю тебя у класс за газ второе место поздравляю тебя тоже но ты скорее всего не смотришь поэтому энтер первое место поздравляем энтера 107 наверное можно было бы чуть чуть побыстрее наверняка энтер не дожал но давайте посмотрим насколько чисто максимально критично будем относиться я не знаю мне как-то мне не нравится вот этот вот тема можно побыстрее мне кажется там вообще буст при приземлении можно было медленно здесь все в порядке срезочка все чистенько тут прямо обуз рамп очень хорошо прямо качество качество ну и финиш мне кажется можно побыстрее конечно сделать типа зная что ты в принципе высоко летишь ну можно тогда и тем более тебя баунсит от пола типа джампадом можно давайте еще раз насладимся можно тогда и скорости больше наращивать и меньше высоты ну возможно энтер решил не рисковать ну в общем то видно что можно из минуты наверно прям выйти если прям очень хорошо постараться потому что нельзя из минуты но как бы перебить энтера реально заниматься этим конечно же не буду не знаю сколько там онлайне рекорды потому что энтер вроде как в оффлайне играет все хорошо здесь еще можно буст ну в общем здесь прямо на бустах можно это кучу вещей поделать наверное с бустами можно из минуты выйти не знаю это среза конечно дикая видно что тяжелая хотя если в принципе разогнаться получше с бустом там с высотой здесь тоже долгие достаточно приготовления но суть этих приготовлений в том что нужно максимально хорошо отпрыгнуть от этой рампы как бы с ходьбы а для этого нужно набрать максимальную скорость ходьбы как бы поэтому нужно максимально дальше как бы от стены начинать классно классно очень классно давайте посмотрим а бровзера бровзера на 4 демки в ку-3 5 6 демок цпм оружие плазма как ни странно скип третьей комнаты в цпм бла-бла-бла да читаем комментарии кузлех молодец я тоже так же говорю жаль пакистан кстати иван не отправил демочку было бы интересно посмотреть что иван бы мог тут исполнить потому что иван который 1488 вы его знаете осуждаю на всякий случай очень классно технично играет ну и следующий варкап там этот это экстра наверное выйдет на следующий день после варк после обзора на карту лигхуар 2 которая также 379 варкап поэтому я там не сказал потому что я забыл а тут скажу что если у нас идет фрайд окра прикольная карта я может быть даже поучаствую и это ну не знаю может быть поучаствую если если попрет слушая почему-то помню что карта не очень она не очень такая какая-то там преджампом какой-то еще что то в общем ладно всем спасибо еще раз напоминаю всем что я завел свой телеграм-канал пожалуйста подписывайтесь введу там анонсы мини дневничок всякие фоточки скриншотики скидываю по возможности пока я не очень привык не очень понимаю границы того что я могу там писать могу ли я там свои какие-то мысли какие-то еще что то вписать но если будет народу побольше я в принципе буду видеть какую-то активность наверное канал сам по себе станет более активным более насыщенным в общем то кому не жалко подпишитесь мне будет приятно все всем удачи всем удачи на варкапе фрайда окра карта не очень наверное давайте посмотрим быстренько что там бэм бас 15.5 овчарки 15.6 это еще причем тринадцатый год семнадцатый год можно пробовать вот рейн 22 7 августа поставил 15.6 литиум тут пятнадцатом году то есть карта старенькая и в икутри здесь вообще даже бас есть тоже и шайн на первом месте так что дерзаем ребят дерзаем карта наверное если шайн даже поиграл шайну вкусу шайна я доверяю вкусу база я не доверяю поэтому если шайн поиграл и в принципе поиграл кто эффект даже да видимо под задрочил немножко в принципе я доверяю этим ребятам эту карту карту можно играть значит в ней что то есть ну и все всем удачи всем спасибо всем пока всем пока всем пока